События в Казани показали, что российские школы нуждаются в более сильной охране, чем это было заведено раньше. В Управлении образования Ульяновска уверены, безопасность наших ребят на экзамене будет полностью обеспечена. Детей защитят и на более мелком уровне. Будут проведены противовирусные мероприятия. Два важнейших вопроса в образовательных организациях рассмотрены. У нас подготовлено 17 пунктов проведения экзаменов, где наши выпускники будут сдавать экзамены. Поэтому все меры безопасности, которые должны быть в любой образовательной организации, предусмотрены, конечно, и в пунктах проведения. Рассаживать учеников будут, как и всегда. Одного за парту будет работать видеонаблюдение. Меньше будет только наблюдателей. Следить за проведением экзамена в городе будут 50 человек. Каждый будет допущен к наблюдению только в маске и перчатках и после измерения температуры. Наш ППЭ крупный. То есть в нем может одновременно размещаться больше 200 человек. Максимальная вместимость в нашем ППЭ 234 человека. 21 аудитория. В среднем в аудитории при рассадке бывает 11-12 человек. Есть две аудитории для спецрассадки, то есть для детей с ОВЗ. Английский информатику юные ульяновцы будут сдавать в лицее при УЛГТУ, так как этот пункт приема экзамена снабжен необходимым оборудованием. Также в этом году на всей территории нашей страны досрочные экзамены отменены. Из почти 3000 ульяновских выпускников только 194 не планируют поступать в ВУЗы. Поэтому сдают только общие экзамены. Русский язык и математику. Павел Половов, Юрий Ломатов, Управда ТВ.